Добрый вечер! На телеканале «Экспресс» выходит программа «События». С вами Юрий Конгров. Вот о чём мы расскажем сегодня. Попал в красную зону после выздоровления. Губернатор Пензенской области посетил Центр оказания специализированных видов медицинской помощи и пообщался с больными. А как же вы допустили-то 80% поражения? Значит, вы дома температурили? Нет, мы, наверное, на ногах переносили. Не жалея ни себя, ни других, в Пензе задержан пьяный водитель, убегавший от полицейских тёмной ночью. При присоединении данной автомашины также водитель данной автомашины допустил столкновение с автомашиной. Молодёжный ликбез. Студент КПГУ представит вниманию наших зрителей новую утреннюю рубрику. Хей, добро пожаловать в рубрику «Личный транслейтер». Число излечившихся от коронавирусной инфекции за последние сутки в нашей области почти в три раза превысило количество новых выявленных случаев. Накануне из медучреждений выписали 461 пациента, тогда как заразившихся 160 жителей. Таким образом, всего с начала пандемии у нас в регионе было инфицировано 19 726 человек, а справившихся с коварным недугом стало 16 541. Как удается поставить на ноги даже самых тяжелых больных, врачи рассказали сегодня губернатору, который, напомню, сам не так давно преодолел COVID-19. А как же вы допустили-то 80% поражения? Значит, вы дома температурили? Нет, на ногах переносили и особо это не чувствовали, да? 450 пациентам Пензенского областного клинического центра спецвидов медицинской помощи поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». 35 человек сейчас получают лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Поступают сюда те, кто уже с трудом и может дышать самостоятельно. На 500% поражения. 50% поражения. Да, на полосу сюда. Ну, я тоже переболел. Вот неделю назад, неделю назад, как выигрывал. Было тяжело. Тоже 20, где-то около 20 дней. Ну, я сразу практически обратился к врачам, буквально на третью, четвертую, на третью сутку. А вы, ну, сначала участвовал, выжил. Дом сначала участвовал, назначал лечение. А потом уже скоро выжил. Пациентам глава региона пожелал скорейшего выздоровления. А о том, насколько трудно ставить на ноги тяжелых больных, поинтересовался у медработников, которые ежедневно трудятся в красной зоне. Это отделение было открыто на 9 куриц в свое время. Когда нам сказали, что отделение будет развернуто на 40 куриц, было страшно. Но благодаря вам у нас и персонала достаточно, и мы благодарны за новейшее оборудование, за новейшие дыхательные аппараты, которые есть у нас. То есть мы оснащены на все 40 куриц полностью, на 100%. Я думаю, что нам с вами надо благодарить, в первую очередь, нашего президента России, который выделяет финансовые средства, направляет финансовые средства на регионы. В самом постоянном режиме держит вопросы лечения больных, развития системы здравоохранения, особенно то, что касается лечения больных коронавирусом на постоянном контроле. Ну и кому еще благодарность, это вам, врачам, медицинским работникам, обслуживающим персоналу. У нас накоплен уже большой опыт, поскольку с момента выявления первого больного и по настоящее время в нашем стационаре пролечено более 4000 пациентов с тяжелыми формами заболеваний. Конечно, опыт уже хороший, и если сравнивать с весной, то мы достигли уже и больших результатов, и есть уверенность, и мы знаем, как помочь пациентам. Конечно, эти инфекции не до конца изучены, и я думаю, что впереди у нас еще и новые препараты более эффективные, то есть мы этого ждем. Тяжесть воздействия коронавируса и степень поражения легких, по словам специалистов, напрямую зависят от времени обращения за медпомощью. В 100% случаев те, кто оказался в реанимации, занимались самолечением. Попал я сюда 10 числа, у меня температура под 40 стал. Сначала я лечился дома, но дома... Дома сколько лечились? 10 дней. Слушайте, а вы разве... 10 дней, это очень много, вы затянули. Ну я надеялся, что... Нет, 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 мы говорим, не надейтесь, заболел, пошла температура, обязательно надо в условиях сегодняшнего времени врачу сказать. А вы 10 дней лечились дома, это же неправильно. Вы понимаете, что это неправильно? Конечно. Медики уверены, коварную инфекцию легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики. Иван Белозерцев поручил активнее информировать население о симптоматике COVID-19, а также оперативнее отвечать на вопросы людей с помощью горячих линий. Кстати, в регионах страны вводится единый телефонный номер по коронавирусу – 122. Государство будет выполнять все социальные обязательства, несмотря на пандемию и кризис в экономике. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия федерального бюджета на будущий год. При этом глава Нижней палаты парламента признал, что 2021-й, вероятнее всего, тоже станет сложным. Все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей. Расходы увеличены на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти другие отрасли. Но сегодня нужно думать о людях, спасать их. Эпид-ситуация не позволила в этом году организовать пышные торжества по поводу Дня Матери. Он будет отмечаться в России в ближайшее воскресенье. Однако для каждой мамы скорее важны поздравления ее собственных детей в семейном кругу. Героиня нашего следующего сюжета точно не останется без внимания. Каждое утро собираться за большим столом. Для них это уже традиция. За чашкой ароматного чая обсуждают, кто чем намерен заняться в этот день. Для социального педагога Марины Леонтьевой завтрак что-то вроде планерки. За те минуты, что длится чаепитие, она успевает поговорить с каждым. И при этом сразу понять, все ли хорошо у молодого человека. Не опечален ли он чем-то, если так, причина выясняется сразу. От мамы или мамы Марины, как ее еще называют, у ребят нет секретов. Я для них человек, которому они прислушиваются. В какой-то мере значимый человек, к которому они могут обратиться за какой-то помощью, с какими-то своими вопросами, который знает, куда их двигать. Когда первый раз я ее увидела, она мне сразу понравилась. Я знала, что мы будем с ней дружить, и я буду ее поддерживать. Ты самый для меня близкий человек. Марина с самых юных лет знала, у нее будет много детей. У них с мужем три дочери. Но потом они поняли, нежности, чуткости и терпения хватит и на приемных ребятишек. Узнав о новых берегах, женщина написала Марии Львовой-Беловой. И та пригласила ее возглавить проект по реабилитации молодых людей. Теперь пять юношей и две девушки – тоже ее семья. Этого не было в интернате. К ним относились как к инвалидам. Как к инвалидам с умственной отсталостью. А здесь другое отношение. Ты человек, ты личность. И у тебя есть, ну не знаю, мечтай и стремись, ставь цели, учись, научись вот этому. В первую очередь подпитать, потому что им всем не хватает уверенности в себе. Как любые дети, они относились ко мне, как… Вот есть мама, она исполнительница моих каких-то пожеланий. Подай, принеси, отнеси. То есть в очень таком командном тонике. И когда вот они увидели, что маму надо любить, что мама бывает далеко не у всех. И вот у кого-то она появилась там спустя 20 лет. У них что-то в голове тоже прищелкнулось. И они очень стали трепетнее и внимательнее ко мне относиться. Перед праздником мамы Пенза традиционно принимают не только поздравления, но и помощь. Так в региональном отделении Союза Женщин России многодетным семьям раздали продуктовые наборы. Акция, которая всегда пользовалась популярностью в период пандемии, стала особенно актуальна. Спасибо большое. С праздником вас наступающим. Спасибо. Из здания регионального отделения Союза Женщин России мамы всегда уходят с улыбкой. Здесь и советам помогут, и поддержат материально. Организация регулярно проводит благотворительные акции и раздает полезные наборы нуждающимся. В канун Дня матери в центре внимания оказались многодетные семьи. Естественно, что продукты в семье, в многодетной семье лишними никогда не бывают. И вот сегодня мы поздравляем все многодетные семьи нашего округа, которые воспитывают более пяти детей школьного возраста, несовершеннолетних детей. При составлении набора постарались учесть интересы всех членов семьи. Здесь и вкусности для маленьких сладкоежек, и продукты на каждый день. Сахар, крупы, макаронные изделия, консервы. Такое подспорье помогает беречь семейный бюджет. У Светланы Червяковой восемь детей, поэтому в магазин за продуктами ходить приходится часто. «Помощь, она вообще никогда не бывает лишняя. Пусть будет ее много, и это очень хорошо. Это лишний раз не надо идти в магазин, что-то приобретать, денежку тратить. То есть помощь – это всегда радость. Иногда моих детей сложно вообще накормить, потому что, ну, это есть дети. То есть иногда они готовы съесть меня, иногда их не заставишь есть ничего». Теперь на какое-то время о покупке продуктов мамы могут забыть. Полезные наборы к празднику получили 40 пензенских многодетных семей. В мае следующего года в Москве должен состояться 10-й юбилейный международный чемпионат Обилимпикс. А уже сейчас выбирают тех, кто представит на нем нашу страну. Национальный этап конкурса профмастерства среди людей с ограниченными возможностями проводится и в нашем городе. Сильнейшие школьники, студенты и молодые специалисты, победители регионального тура выступают в восьми компетенциях. В Пензенском агропромышленном колледже, где проверяют знания по направлениям дизайн персонажа, анимация и обработка текста, побывала Елена Моисеева. Юрий Мочилов учится в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей. Десятиклассник уже твердо решил получить профессию мастера по обработке цифровой информации. И у него есть все шансы, ведь он победитель регионального этапа чемпионата Обилимпикс в компетенции обработка текста. Сейчас выполняет задание уже всероссийского уровня. Все нормально, никаких трудностей у меня не было. Я выиграл региональный чемпионат и сейчас практически такое же задание было. Но вообще я был просто готов. Моя задача в первую очередь помочь ребенку, если возникнут какие-то трудности при общении с главным экспертом. Потому что по самому заданию мы не подсказывать, не помогать ребенку не имеем права. Наверное, чисто такие технические вопросы. Выйти или может быть он как-то себя плохо может почувствовать. Категория школьники в конкурсе профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья представлена всего второй год. А национальный чемпионат организуют уже в шестой раз. И впервые в очно-дистанционном формате. Финальное испытание участники проходят под прицелом видеокамер. Комиссия, которая находится в столице, в режиме онлайн наблюдает, как выполняются задания по IT-технологиям. Все площадки были приняты главными экспертами. Все замечания, которые, если они были, были устранены. Обязательно условие, это чтобы трансляция не прерывалась. Если прерывается трансляция, значит нас ждут штрафные санкции, снятие баллов. Вот на сегодняшний момент Пенинскую область хвалят. То есть у нас ни одна трансляция не прошла по восьми компетенциям, по всем категориям. У нас прошла замечательно. Кстати, перед чемпионатом с каждым школьником, студентом и молодым специалистом, которые стали лучшими в регионе, работали психологи, чтобы девушки и юноши чувствовали себя комфортно и не волновались. Результаты будут известны, когда выступят все участники по всем категориям и компетенциям. У победителей национального чемпионата появится возможность попасть в сборную России, которая представит нашу страну на международном чемпионате. Безопасность детей – вопрос, который стоит не только перед родителями, но и перед педагогами. В учебных заведениях регионы регулярно проводят профилактические занятия, на которых учащимся объясняют, как уберечь себя в той или иной ситуации. На такие уроки приглашают и сотрудников МЧС. Накануне они побывали в 69-й школе Пензы. Спасатели рассказывали детям об актуальной на сегодняшний день проблеме. О выходе на еще не окрепший лед, покрывший водоемы. Водная гладь реки Пензятки частично освободилась ото льда. Но даже это не пугает некоторых пензенцев. Причем ни взрослых, ни детей. Предотвратить трагедию пытаются сотрудники МЧС и специалисты городского центра детского технического творчества. Причины выхода на лед бывают разные. Есть у нас и рыбаки, которые занимаются зимней рыбалкой, которые достаточно долго находятся на льду в течение всего зимнего сезона. Есть родители, которые просто переходят, например, через водоем по льду. Есть те, кто катается на коньках на льду. Сейчас наиболее важно донести до детей, что их жизнь – это самое ценное, что у них есть. С начала года в регионе произошло 20 происшествий на льду. 18 из них со смертельным исходом. Среди погибших – один ребенок. Как правило, трещины полыньи. Очень часто бывает зимний снег. И мы не можем знать, что находится под этим снегом. Как правило, там находится полынья. То есть бывает такое, что, допустим, везде лед хороший, а тут, где снег, там, скорее всего, полынья, либо очень слабый лед. В школе постоянно ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев на воде. С обучающимися родителями регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности. Сотрудники МЧС показали ребятам, как пользоваться спасательным концом Александрова. В завершении встречи школьникам раздали памятки с правилами поведения вблизи водоемов и на льду. Студенты Пензенского госуниверситета заняли второе место на региональном этапе всероссийского турнира «Трех наук». Не исключено, что в этом им помог прошлогодний опыт участия в таких состязаниях умов. Какие задачи они решали в ходе интеллектуальной схватки и к чему готовятся теперь, расскажем прямо сейчас. Они из разных групп и даже факультетов, но вместе проводят немало времени. Алексей Петрунина, Илью Лесина, Сергей Потешкин, Алексей Девненко, Кирилла Ильина и Кристину Степанову объединил всероссийский турнир «Трех наук». Второй год они решают задачи по физике, химии и биологии и небезуспешно. Например, Кирилл Ильин по итогам прошедшего в ноябре регионального этапа признан лучшим докладчиком. Решал я задачу детский лагерь. Надо было исследовать параметры сосуда, которые влияют на выход газа и жидкости. Были исследованы они экспериментально. Было прочитано очень много теорий по физике и химии. Администрация университета помогала юным ученым, предоставила необходимые для экспериментов оборудования. Но от основного учебного процесса их никто не освобождал. Капитаном пензенской команды «Алькор» на региональном этапе конкурса была Кристина Степанова. Тяжело было, наверное, совмещать учебу и еще олимпиаду. Все-таки по учебе мы должны хорошо успевать на отлично и решать задачки. То есть утром мы учимся, ночью мы решаем задачки на олимпиаду. В турнире трех наук можно было попробовать себя в роли докладчика, оппонента или рецензента. Все как на защите диссертации. Поэтому, когда придет время представлять диплом, эти молодые люди вряд ли станут волноваться. Ребята, благодаря решению данных задач, они прекрасно потом выступают на конференциях. Это готовит их к защите выпускных квалификационных работ, потому что они умеют подать себя. Они умеют защитить свою точку, могут защитить свою позицию. Сейчас команда «Алькор» готовится к финалу турнира. И независимо от того, как она себя на нем покажет, решение об участии в таком состязании интеллекта в следующем году уже принято. Ребята обязательно будут подавать заявку. И еще об одной победительнице студентка все того же ПГУ станет ведущей утренней рубрики на нашем канале. Именно ее проект был признан одним из лучших – результатом питчинга. Что это такое, расскажут Ольга Сайганова и наши новые коллеги Анастасия Суркова. Сюда же можно определить поездки за границу или же тот формат, что многим хочется, например, уехать в большие города. А почему же? А почему бы не остаться в Пензе? О размышлении о чем-то заграничном Анастасия Суркова озвучила еще когда впервые пришла в студию телеканал «Экспресс». Вместе с другими студентами кафедры журналистика ПГУ на питчинг, что в переводе на русский – представление проекта. Тогда она предложила идею ток-шоу, но в итоге решила самостоятельно объяснять иностранные слова. Такую возможность дал утренний эфир нашего медиахолдинга. Для девушки – это шанс вырасти в настоящего профессионала. Хей, добро пожаловать в рубрику «Личный транслейтор». Чтобы подготовиться к рубрике, ей в прямом смысле приходится подбирать слова – по-русски и по-английски. Первыми в лексикон наших телезрителей девушка решила записать популярные «локдаун», «шеринг», «апгрейд», «пауэр» и «трэш». Разобраться в смысле помогают увлечения, музыка и, собственно, английский язык. Начинать всегда непросто. И начинать с чего-то интересного и необычного – это вдвойне непросто. Своя собственная рубрика – это достаточно много. По крайней мере, для меня сейчас это видится как нечто большое и громоздкое. Пару месяцев назад я занималась абсолютно другими вещами и даже не подозревала, что вот так случится. Мы даже вот звездочку сделали в заставке. Это переводчик. Переводчик тех слов, которые так или иначе сейчас используются в повседневной жизни. Профессиональный сленг, то, как сегодня разговаривают дети и подростки и молодежь. У меня сыну 13 лет. Я практически ничего не понимаю из того, что он мне говорит на своем языке. Первые выпуски уличного транслейтера записаны. Пополнить свой словарный запас наши зрители смогут с 30 ноября. Новая рубрика в эфире канала «Экспресс» появится уже в понедельник. И можете не сомневаться, после этих телеуроков вы не попадете в просаг даже в очень продвинутые компании. О других событиях пятницы расскажем в коротком дайджесте. Оставайтесь с нами. 94 многодетные матери будут награждены медалью «Материнская доблесть». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев. К награде второй степени представлено 15 женщин, родивших, воспитавших пятерых и более детей. Медаль третьей степени получит 79 мам с тремя и более ребятишек. Всероссийские проверочные работы, которые пока запланированы на весну 2021 года, могут перенести. Все будет зависеть от эпид-обстановки. Для школ определяют временной интервал проведения таких испытаний, внутри которого они вправе самостоятельно сформировать расписание для разных классов и предметов. Новогодняя кампания в Пензе стартует 12 декабря. Об этом на совещании в мэрии сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина. Глава городской администрации Андрей Лузгин поручил разработать единый план мероприятий, а также проинформировать жителей о работе катков, лыжных бас и других возможных вариантах зимнего отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это история доверия и развития длиной в 30 лет. 30 лет мы уверенно смотрим в будущее и меняем жизнь к лучшему. 30 лет мы помогаем исполнить мечты, найти себя и свое дело. Банк Кузнецкий. Потому что свой. 16 ноября по 13 декабря 2020 года Под эгидой прокуратуры и правительства Пентинской области проводится областная антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков». Защитите себя и своих близких. Не будьте равнодушными. Сообщайте, где распространяют и употребляют наркотики. Собираются наркоманы. Звоните в прокуратуру. 523-523. Организация «Похорон». 30 55 55. Круглосуточно. Продолжаем наш информационный выпуск. Сегодня в правительстве Пентинской области состоялось внеочередное заседание антинаркотической комиссии. Совещание провел губернатор Иван Белозерцев. Более тысячи наркопреступлений только за 10 месяцев. Столько совершили жители Пентинской области и приезжие в наш регион. У них изъято почти 78 килограммов запрещенных веществ, 40% из которых – это синтетические препараты. При этом в последнее время граждане разрабатывают новые схемы продажи, хранения и варианты употребления зелья. Я прошу обратить внимание, это не только касается нашего областного уровня, это касается районного уровня, главы районов на местах. Ваша совместная работа с правоохранителями, с представителями общественных организаций, ваша совместная работа. Поэтому прошу обратить на это внимание. Вы работаете, как говорят, в народе на земле. Рядом с вами люди, рядом с вами и проблемы в этой связи. Значимой проблемой остается высокая доля ранее судимых лиц, совершающих преступления в данной сфере. Остановимся подробно на каждой категории лиц. По итогам 10 месяцев 2020 года совершение преступлений в сфере НОН к уголовной ответственности привлечено 484 человека. Из них доля лиц в возрасте до 30 лет составила 43%. Чтобы предотвратить распространение запрещенных препаратов и сократить число преступлений в данной сфере, на этой неделе президент России Владимир Путин дал распоряжение продлить действия стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Она призвана усилить меры по защите здоровья и безопасности граждан. Находящиеся в наркотическом или алкогольном опьянении граждане рискуют и своим здоровьем, и представляют угрозу для окружающих. Нередко именно они становятся виновниками ДТП, в которых зачастую гибнут люди. В случае, о котором пойдет речь далее, без жертв обошлось только чудом. Ни на звуки полицейской сирены, ни на требование принять вправо и остановиться водитель мчащейся по ночной пензе в Волге не реагирует. Видеорегистратор машины ГИБДД зафиксировал, как нарушитель несколько раз выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. При присоединении данной автомашины, также водитель данной автомашины допустил столкновение с автомашиной, после чего допустил еще одно столкновение наезд на препятствия, металлический забор. Водителю Волги предложили пройти проверку на алкотестере, он согласился. Как позже выяснилось, любителям прокатиться с ветерком оказался житель Бессоновского района, 1965 года рождения. И ранее он уже был замечен пьяным за рулем, за что его лишили водительских прав. Но это мужчину не остановило. Задержанного доставили в городской отдел полиции номер 5 для дальнейших разбирательств. На водителя транспортного средства было составлено 12 административных материалов за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет. Госавтоинспекция призывает жителей региона не быть равнодушными и сообщать о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями по телефонам ГИБДД, которые вы видите на экране. Дежурному нужно назвать марку машины, ее цвет и по возможности регистрационный номер, а также направление движения. Хорошее кино под названием «Любовь – это все, что тебе нужно» начнется на телеканале «Экспресс» сразу после этого выпуска программы события. История о богатом, красивом, но одиноком мужчине и замужней, но нелюбимой женщине не оставит равнодушным. Они встретятся в итальянском Соренто и поймут, что любовь – это все, что им нужно. Не пропустите хорошее кино уже через несколько минут. А у нас на этом все. Желаем приятного отдыха и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok В Пензенской области тоже пасмурно. Ожидается снегопад. Температура воздуха ночью – минус 6, минус 4. В течение дня – от минус 2 до плюс 1. Ветер южный со скоростью от 4 до 11 метров в секунду. В Пензе завтра будет пасмурно. Возможны осадки. Температура воздуха ночью и днем – плюс 1 градус. Ветер южный – 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар – 75 рублей 86 копеек. Евро – 90 рублей 46 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова